Снова рада приветствовать всех творческих программистов Scratch в цикле уроков, посвященных имитации движения персонажа различными способами. И сейчас мы рассмотрим один из наиболее известных многим способов, как у нас происходит движение. Вот наш код опять вроде бы как двигается, но ничего подобного. Он остается в своих координатах, но при этом создается полное ощущение, что он перемещается по сцене. Каким образом и за счет чего это происходит? Если вы смотрели первую и вторую часть, вы видели, что мы меняем фоны или перемещаем спрайты. Но попробуйте угадать, что здесь у нас перемещается. Я думаю, что каждый угадал, что здесь у нас перемещаются спрайты. Давайте войдем внутрь проекта и убедимся в этом. Действительно, у нас есть спрайт, который даже не имеет никакого скрипта, всего лишь один единственный костюм, и это наша дорога, по которой двигается наш персонаж. У нас есть спрайт облака, у которого есть скрипт перемещения и здесь уже что-то похожее на то, что мы рассматривали, когда говорили о втором способе, но немножечко по-другому происходит проверка условия. Собственно, условия никакого нет, а всего лишь мы повторяем какое-то количество раз перемещение объекта и потом возвращаемся в начальную координату. Аналогично происходит с деревом. Ну и сейчас, для того, чтобы ребятам, которые только-только начинают свой путь программирования, было все-таки более понятно, мы создадим практически с нуля этот проект и сделаем следующую вещь. Я возьму тот вариант, который мы рассмотрели в конце предыдущего мини-урока. Вот здесь мой кот двигается по такому вот ландшафту и к нему добавлю еще вот эти вот движущиеся объекты деревьев и облаков. Что я должна при этом сделать? Вот этот проект я сохраню себе как копию. Ну, например, мне нравится, я хочу, чтобы мой кот ходил вот по этому ландшафту. Но хочу использовать спрайты облака и спрайт дерева, которые у меня представлены в этом проекте. При этом для того, чтобы это сделать, мне необходимо быть авторизованным пользователем, обязательно быть зарегистрированным и войти под своим аккаунтом. Как это сделать? Есть специальный урок, но, собственно, каждый, кто пользуется интернетом, знает, как зарегистрироваться на сайте. Ну, на всякий случай, ссылку на урок я размещу. И теперь у нас становится доступным рюкзак Scratch, в который я помещу спрайт облака и спрайт дерева. Теперь я могу перейти сюда и обновить страничку, хотя, возможно, уже все у меня обновлено, да, все обновлено, синхронизировано. И сюда, в этот проект, я могу вставить вот эти вот два спрайта. Итак, спрайт дерева и спрайт облака. Нужно очень четко держать зажатую левую кнопочку мыши и попадать, когда у нас подсвечивается синим область спрайтов. Тогда все получится. В принципе, если вы заметили, оба спрайта у меня перенеслись вместе со скриптом. Если кому-то немножко лениво программировать, либо не очень получается, но хочется сделать свой мультик, можно оставить все так, как есть и запустить просто движение и посмотреть, что получается. Вот такая вот интересная история. Единственное, что дерево как-то немножечко странно себя ведет. Вот где-то оно в воздухе и, наверное, нужно спрайт немножечко ниже опустить. Но это можно подобрать. Для тех, кто увлекается больше рисованием, чем программированием, вы можете использовать готовые уже скрипты и это не возбраняется. Ну а тем, кто хочет научиться лучше программировать, рекомендую все-таки вместе со мной пойти дальше и написать код. Но сейчас я немножко подправила координаты дерева, чтобы оно не вылетало вверх. Вот получается такой даже небольшой эффект 3D за счет того, что объекты движутся с разной скоростью. И вот видите, как бы дерево уходит, они все разные, эти спрайты. И создается такой эффект параллакс. Что такое эффект параллакса? Это он будет посвящен отдельный меню урок. А пока мы разберемся со скриптами облака и дерева. Итак, чтобы быть честным, мы берем и все скрипты наших объектов, удалим. Вот так. И начнем с самого начала. Когда флажок нажат, мы программируем движение облака. Мы должны определиться, откуда должно начинать движение облака. Конечно же, из правого угла. Соответственно, мы берем, просто максимально задвигаем спрайт, настолько, насколько это возможно, в край сцены. И теперь мы можем поставить блок установить x. Здесь все просто, не надо даже ничего рассчитывать. Дальше мы понимаем, что в цикле повторять всегда наше облако должно перемещаться справа налево. И для того, чтобы регулировать скорость, мы это сделаем с помощью цикла повторять какое-то количество раз. Хотя, в общем-то, на самом деле, мы можем взять и использовать блок плыть. Каким образом? Мы берем и перемещаем наше облако. Здесь единственное, что нужно не очень по высоте дергать и быть немножечко аккуратным. Это не очень хорошо, но, в принципе, вот так вот можно сделать и использовать плыть. То есть цикли всегда. И здесь мы задаем какое-то количество секунд, сколько наш спрайт облака должен двигаться. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот очень быстро, да. То есть мы должны сделать все-таки помедленнее. Ну, допустим, 4 секунды. Ну, если сильный ветер, то может быть и 5. Так что, в общем, точнее, наоборот, меньше. Но вот у нас до края наше облако дошло и возвращаться не желает. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать дублирование вот этого вот спрайт, вот этого блока. Установить их с 288. То есть начинать сначала. Проверяем. И вот все замечательно. Для того, чтобы разнообразить и облако было не одинаковым, мы можем добавить костюмы и каждый раз еще менять костюмы. Я думаю, вы справитесь с этой задачей. Ну, на всякий случай, допустим, вот я сейчас продублирую. И здесь у нас облако будет, например, ну, не такое вот большое, а, к примеру, я его немножко сплюсну. Ну, как будто бы оно другое вообще. Может, даже немножко уменьшу. И здесь я меняю костюм. Следующий фон нажала случайно. Давайте его вернем. Хочу вот этот. Ну, давайте посмотрим. Вот летит одно облако. Теперь летит другое. И опять же, для большего разнообразия можно добавить еще изменение координаты y. То есть мы можем, после того, как мы начинаем из левого крайнего угла, из левого края двигаться, еще и установить y. Но в какое значение? Сейчас у нас y146. Запоминаем, да? И вот если мы хотим, чтобы облако двигалось еще немножко ниже, смотрим, это у нас y35. То есть между 146 и 35 мы можем брать какое-то случайное значение. Поэтому мы берем выдать случайное от 35 до 146, к примеру. И ставим сюда. Давайте проверим. И вот даже получилось так, что у нас облако движется из одной точки в другую. Немножечко поторопились, потому что здесь уже у нас надо y, чтобы оставалось. То есть мы сюда должны поставить 146. То есть вместо фиксированного значения 146 наш параметр положения y. Давайте проверим. Вот теперь облако плывет ровно. Но немножечко тут у нас слои. Со слоями поработаем немного позже. Облако над деревом. Это здорово. Но в виртуальном мире возможно все. Вот у нас уже разнообразие. Для дерева мы сейчас напишем скрипт немножко по-другому. То есть вот можно использовать команду плыть. А можно использовать цикл повторять. Сколько-то раз, которые я хотела начать использовать здесь. Но давайте я его уберу и поставлю этот цикл для дерева, для тех, кому интересно. Значит, когда флажок нажат, повторять всегда нам понадобится. Но прежде чем повторять всегда, нам нужно задать начальное значение координаты x дерева. Ну и y заодно, кстати, можно тоже. Вот опять же крайнее правое положение. Смещаем, насколько это возможно. Вот сколько позволяет скрэйч. Мы в предыдущем мини-уроке говорили вот об этом крайнем значении x. Можете посмотреть, с чем это связано. И теперь мы задаем установить x, повторять всегда и здесь повторять какое-то количество раз. Мы будем изменять x на какое-то фиксированное число. Ну, например, минус 3. Давайте просто запустим, посмотрим, сколько же раз нам нужно повторять. Немножечко так как-то дергается, но в принципе вполне себе неплохо. И сейчас осталось всего лишь понять, сколько раз нам нужно повторять вот этот цикл. Почему? Потому что на самом деле, смотрите, наше дерево доехало до края, но получилась следующая вещь. Давайте нажмем вот так. Дальше сделаем повторить 10 раз. И вот всего лишь оно проехало. Поэтому у нас были такие рывки. Как рассчитать, какое расстояние дерево должно проехать? Ну, на самом деле, если вы помните, у нас здесь ширина условная 480, точнее 481. И если мы взяли скорость минус 3, ну, я там подсмотрела, у меня в примере было минус 5, и будет легче считать. Мы 480 разделим на 5, и получится у нас, ну, примерно 100. Замечательно. Ну, точнее, чуть меньше 100, но мы здесь тоже можем этим делом пренебречь. И сейчас проверим, что у нас получилось. Получилось так, что облако вместе с деревом примерно с одинаковой скоростью двигаются. И опять дерево наше застряло. Надеюсь, помните, что нам нужно сделать. Нам нужно, когда дерево прошло этот цикл, вернуть начальную координату. Вот так. Ну, этот способ, возможно, даже не такой гибкий, как тот, который мы использовали для анимации. Облако. Но он тоже имеет право на существование. И поскольку уж в примере я его показала, я рассказала, как этот скрипт пишется. Точно так же, как мы меняли костюм облака, мы можем менять костюм дерева. Даже там выводить какие-то кусты и прочее. Можем добавлять другие объекты. Делать все-таки более точный расчет, чтобы здесь не застревало это дерево. В общем, творите, пробуйте, и у вас получатся ваши замечательные мультфильмы. А мы с вами встретимся в следующем мини-уроке, где мы рассмотрим еще другие способы имитации движения персонажа, но уже немножко вообще относящиеся к другому вопросу. И пока сохраняю интригу, я не буду говорить, что это будет. Для того, чтобы вам было интересно посмотреть следующий мини-урок и сделать свой проект еще лучше. Я желаю всем успехов. До новых встреч! До новых встреч!